Всем привет! Беру вас с тобой сегодня по магазинам. Сейчас я немножко подкрепилась и пошла в Зару, прежде всего. Понравились мне вот эти брючки, такой приятный летний цвет. Неплохие вот эти платья из полистера, но очень необычные цвета, такие красивые переходы. Очень понравился вот этот кардиган желтенький, вот с этими брюками в навесении такой получается прекрасный образ. Я вообще была в Заре, и был очень большой выбор жакетов, и кое-что мне понравилось, и вот я сделала одну покупку. Что еще новенького? Еще раз повторяю, большой выбор всяких кардиганов, жакетов, каких-то красивых пиджаков. Достаточно все такое в спокойных, мне кажется, тонах, даже несмотря на то, что это Зара, но в Северной Европе Зара почему-то все равно очень резко отличается от Южной Европы. Цвета более спокойные, вот такой красивый хаки, вот эти вот платья, из них такие же блузки с этой тканью. Мне понравился этот рисунок такой весенний. Зашла в парфюмерию, новые ароматы. В общем, протестировала все новые ароматы, которые вышли. Вот этот Кошарель шоколадный вообще мне не впечатлил. Прямо вот вообще-вообще. Единственное, что мне более-менее приглянулось, это яблочко от Мина Речи, желтое. Вот у него более-менее такой приятный аромат. Все остальное, мне вообще ничего не понравилось. Олейн очень такой, мне кажется, уже это где-то слышала, очень похожий на что-то новый. Вот это желтое яблочко более-менее такой какой-то приятный, такой свеженький аромат весенний, хороший. Зеленый вот этот Black Opium в зеленом флаконе тоже мне абсолютно не понравился. Мне кажется, все-таки опиум самое лучшее, это классический. Tresor, Tresor новый для меня. Ну, тоже ничего особенного. Здесь я уже зашла в Zara, ой, в H&M Home. Ну, хочу сказать, что тоже в Северной Европе, H&M Home, Zara Home, вот все предметы декора, все в таких спокойных, очень постельных, серых, каких-то серо-бежевых, кремовых, коричневых тонах. Нет ничего такого веселенького, яркого, какого-то более такого радостного. Все, вот вы видите, все на витринах, весь декор абсолютно, начиная от текстиля и заканчивая посудой, какими-то предметами интерьера, все в таких одинаковых, спокойных, нейтральных оттенках. И, к сожалению, такой декор не нравится, такие оттенки, слишком-слишком как-то все уныло для меня. Вот, все-таки в Испании, в Италии, в Zara, в H&M Home, там совсем другие расцветки. Наверное, все-таки они учитывают особенности национальные и делают более яркие вещи для этих стран. Такие вот здесь вазочки. Даже весенний стол такой вроде оформленный, но тоже все такое спокойное. Нет каких-то ярких красок. Мне понравились эти фужеры, неплохие, такие классические, белые тарелки. Ну, тоже ничего особенного, цены достаточно дорогие и все-таки даже не хрусталь, это просто стекло. Такие вот для яиц подставочки симпатичные были. Какой-то красивой посуды, вот вообще ничего не увидела, абсолютно. Здесь уже товары для кухни, полотенечки, ложечки. Не знаю, как-то мне ничего не приглянулось в этот раз. Хотела купить какую-нибудь красивую чашку или какие-то бокалы. Ничего не увидела. Хорошего. Ну, тоже, видите, все в таких тоже спокойных, нежных. Ну, здесь вот немножко лиловые, немножко такие весенние оттенки. Свечи. Ароматизированные в основном. Такой вот комплект. Постельное белье. Кто покупал постельное белье? Вот у меня нет ни H&M, ни Zara. Мне вот интересно, как они в уходе. Вот это, в принципе, неплохой такой симпатичный рисунок. Тоже все вот коричневое, нежное такое, бледно-бледно-розовое. Классический халат, да, после души. В общем, абсолютно какие-то серые такие оттенки. Вот как-то вот меня ничего не привлекает. Я уже сколько раз заходила в H&M, за руку. И ничего такого для себя не нахожу. Вот сколько хожу и абсолютно ничего не вижу. Тут детский отдел, игрушки, динозавры. Здесь, кстати, тоже есть прям большой отдел косметики H&M. Но почему-то даже вот в этом отделе я хотела протестировать несколько ароматов от H&M. Говорят, у них очень есть неплохие такие бюджетные и неплохие ароматы. К сожалению, вот здесь их не было. Большой выбор косметики всякой, лаков, аксессуаров, всяких средств по уходу за кожей, за телом. Но вот ароматов я не нашла. В общем, такое все в таких оттенках, которые мне особо не нравятся. Поэтому в H&M я ничего не купила. Это уже мужской отдел. Такое вот постельные комплекты. Вот такое ощущение, как будто весь декор подбирается с учетом, что там будут жить мужчины. Мужчина будет жить и холостяк, допустим. Вот такое все какое-то серое, коричневое, если темно-зеленое, приглушенное. Неплохие кувшины. Что еще мне понравилось? Более-менее понравились вот эти вот зеленые пиалки. Вообще люблю зеленый цвет. Зеленое стекло на пиалке были неплохие. Ну, в общем, ничего я здесь не купила. И пошла я в Массима Дути. В Массима Дути мне в этот раз много что понравилось. Но у меня не было времени уже мерить. И поэтому я решила, что в следующий раз. Очень, не знаю, Массима Дути, мне кажется, все-таки это одежда, которую вы всегда будете носить. Которую вот, допустим, 70 евро блузка, конечно. Когда там есть скидки, то я считаю, что вот этот пиджак мне очень понравился. Такая красивая кожа. Он такой слегка отрезной. Красивые вот эти металлические пуговицы. Очень мягкая кожа. Жакет просто великолепный. Цена, конечно, тоже за 500 евро. Но действительно очень красивый жакет. Он такой немного слегка удлиненный. Платье тоже вот это вот такое геометрическим таким рисунком понравилось мне. Ну, цвета. Цвета, конечно, это не мои. И очень много всяких рубашек, льняных, шелковых. Такие вот льняные платья. Я сразу показываю цены. Я хотела... Вот такие сумочки неплохие. Мне понравились стили Боттега Винета. Такого красивого рыжего цвета. Зеленые, белые по 129 евро. Бежевые, черные. Неплохие сумочки. Что еще мне понравилось? Очень много шелковых блузок. Очень красивых оттенков. И со скидкой, по-моему, можно было купить за 30 евро. Вот такой красивый цвет. Илен. Очень хорошие костюмы. Рубашки, сарафаны. Хотя для сарафанов еще погода вообще никак не располагает. Вот такой вот набор. Тоже брюкельные, белая рубашка и очки. И так хорошо все было подобрано. Тоже белые рубашки. Большой выбор. Джинсы. Джинсы. Такие жакеты. Неплохие. Черные блузки. У меня много черных блузок. Вот у меня. Даже не смотрела. Я очень много покупала брюк от Massimo Dutti. Но все они у меня почему-то вот такие скини. Которые сейчас не модные. И вот которые я даже практически уже не ношу. Очень много вот именно таких вот узких брюк у меня от Massimo Dutti. Конечно, они хорошо сидят. Хорошая посадка. Очень удобные. Высокая талия. Но сейчас они как бы не актуальны, не модны. Очень красивый этот зеленый цвет. Есть он и в платьях, и в блузках. Очень приятный такой оттенок. Сочный такой зелени. Такая морская тема. Плащ. Такой бежевый тоже неплохой. В принципе. Вот такое платье. Ну, все-таки одежда Massimo Dutti, она, конечно, дороже намного, чем Zara. Но, по крайней мере, там всегда можно что-то найти. Особенно на вот такой вот консервативный. Вот красивые очень блузки шелковые. Я вот все смотрела. Потому что я уже приобрела жакет в Zara. И я смотрела следующие жакеты. Конечно, свой жакет купила дешевле. И мне кажется, он был намного даже лучше. А что еще? Здесь очень на скидках были красивые блузки. Вот они. Вот такая интересная деталь. Это есть было платье, по-моему, блузки вот из этой ткани. Интересная тоже такая ткань. В виде цепей. Морская тема. Классический бежевый плащ. 150 евро цена. Вот. Тоже вот такие коричневые джинсовые брюки. Жакеты. В этот раз мне много что понравилось. Но просто как бы вот эти блузки еще мне понравились. Красивых оттенков. И оттенки желтого красивого, синего цвета. Очень интересная вот эта юбка. Она такая как бы полу льняная ткань. Сделана в виде годе. Очень интересная такая хорошая юбка. Интересная. Мне очень понравилась. 100 евро она стоит. Кажется, она была бы вот... Ну, просто мне было некогда уже мерить. Тоже хорошие блузки. Водолазки неплохие. Такого тоже карамельного оттенка. Около 50. 50, около 50 евро цена. И вот симпатичные тоже блузки. Вот красивый синий цвет. Такой вот голубой, желтый, лиловый. 100% шелк. Прям такой приятный состав. А здесь вот уже блузки подобраны в сочетании с брюками. Такая вот блузка и, соответственно, такие зеленая блузка. И к ней вот такие вот зеленоватые быльки. Прям висели. Вот они рядом. Очень хорошо сочетаются. Вот. Вот это мне понравилось. Со скидкой вот они, 40 евро эти блузки. 39,95. Очень-очень довольно симпатичные. Такие вот классические шестяные брюки. Бежевые брюки. Мне кажется, Массима, да, можно, кто соответствует и такому классическому образу, там всегда нужно что-то найти, добрать. А когда там скидки, то вообще. Вот такая вот тоже интересная, интересный рисунок. Мне понравился. Бежевые блузки. Шестяные пиджаки. Белые платья. Вот тоже красивая белая блузка. Холодная такая белая. Было очень много народу, и как-то вот мне времени было мало, поэтому я, к сожалению, ничего не примерила. И как-то, знаете, наверное, настроение, что ли, не то. Как-то ходишь, смотришь вещи. Настроения особо нет ни покупать, ни куда-то выводить эти вещи. Ну вот. Мне понравился вот этот полувер. Тоже такой симпатичный цвет. Мне нравится вот такой, как он называется, кумарин. Такой серо-синий цвет. Ну, V-образный вырез. Это что-то у меня какая-то, у меня столько полуверок с V-образным вырезом, я поэтому больше сейчас предпочитаю такой вырез под горлышко. Здесь вот тоже мне понравился в этом деле. Здесь платье. Я хотела... Нет, не здесь. Здесь ароматы. Такие наборчики есть ароматов. Кстати, неплохие у них ароматы. Я когда жила в Минске, я очень часто их тестировала. Мне нравились. Вот очень красивое сочетание цвета джинсов и вот этой булски. Такой ядовито-зеленый. Интересное сочетание. Хорошо было бы. Радуюсь, что здесь есть какие-то такие вещи. Вот очень хорошее тоже сочетание льняной костюм, коричневая блузка и пиджак с шортами. Вот такие вот симпатичные мягкие сумочки, тоже разных ярких оттенков. Но больше мне понравились вот похожие на вот эти вот такие вот расстроченные, прорезные. Тоже красивое платье такого яркого цвета. По-моему, хороший состав. Левовое, фиолетовое. Вот это тоже платье мне понравилось. Такой состав. Там есть, по-моему, шелк и синтетика. Левовая такая лузка с сиреневым цветом. Понравились вот эти вот симпатичные туфельки белые. Тоже очень такие стильные. Очень красивый белый костюм здесь был. Вот он висит. Красивый белый пиджак. Такая лощеная ткань. Брюки. Вот такой цвет. Он мне вроде бы не идет, но мне всегда почему-то очень нравится. Такой вот цвет горчичный, желтый, охли. Тоже хорошая, качественная такая блузка шелковая. Такие вот блузки. В общем, пробежалась я по магазинам, по Массимо Дути, но ничего тут себе не выбрала. Как бы, еще раз повторяю, настроения особо не было ничего мерить. Но в Заре я купила себе жакет. Кстати, очень довольна. Давно такой жакет хотела. И он... Периодически бывают у них такие жакеты. Но как-то вот все время я не попадала в нужный момент и почему-то никак не покупала. Здесь я зашла в Зару Хон. Тоже все такое бежево-серое, голубое. Всех таких оттенков. Вот симпатичный вот такой наборчик. Ну вот опять оттенки такие желтые, коричневые какие-то. Кстати, как Зара по качеству? Кто пробовал, напишите. Я ни разу не брала белье Зары. Хотелось бы знать. Вот эти вот ночные рубашки очень красивые. Мне нравится такое шуте. 40 евро. Такие ножки. Больше приобрели... Ну, такие натуральные материалы, натуральные оттенки. Что это касается опять обуви, касается это и постельного белья. Вот лампу. Хотела мне посмотреть цену. Обычная белая скатерть. 70 евро цена. Никаких здесь ни рисунка, ничего. Обычное белое. Такие вот чашечки кофейные. Тоже достаточно дорогие, по-моему. Все такое вот. Свет природы натурального камня. Кто любит такие оттенки? Я вот не понимаю такую посуду. И как-то даже мне не хочется вообще такой в доме иметь. Кому-то нравится. Такие вот невзрачные оттенки. Стеклянные посуды здесь. Какие-то чашечки. Неплохой был набор. Мне понравились. Ну, опять же, вот симпатичные были тарелочки. Там были наборы. Там были маленькие чашечки, тарелки, блюдца. Ну, более-менее, это единственное, что мне понравилось. Такое классическое. Сертная кавелка. Такая тарелка моря уха. Обеденная. Ну, ничего такого. Прямо, что мне очень понравилось. Прикрыть не было. Вот здесь вот такой вот сделаны вроде цветы и поярче. Но все равно какой-то... Немного ярче, но бледное. Такое сделано под... С мелкими деталями. Как будто это уже было в употреблении. Вот с таким эффектом. Необычным. Вот уже такой же эффект. С остаренной посудой. Оно тоже какое-то все неяркое. Очень еще такое все блеклое. На мой взгляд. Смотрела несколько постельных комплектов. Но тоже купить желание не возникло. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok